Меня он очень взбесил, очень. То есть он меня раздражал, мне кажется, на каком-то подсознательном уровне, от того, что мозг цепляется и не может выставить логику. И ты как будто бы, ну, как во сне, когда бежишь, у тебя ноги не бегут, и тебя раздражает это, и ты не можешь. И вот примерно такое ощущение было. И сначала, конечно, возник импульс отказаться и не участвовать, потому что, ну, как это так бесит. А потом я подумала, меня давно так не, ну, как бы, не раздражал, в принципе, какой-то текст. Я подсоединилась так уже, последний вагон впрыгнула ко всему этому проекту, и в тот момент осталось только искусство и юмор и развлечение. Я подумала, вот этот текст, еще и юмор и развлечение нет. И я просто сказала там Алисе Кретовой, что нет, Алисе, пожалуйста, можно я хотя бы просто искусство сделаю, потому что если юмор и развлечение будут подразумевать, что мне нужно будет что-то смешное придумать, это все, это тушите свет. Все равно мне бы хотелось, чтобы мысль была, конечно. И сейчас кажется, что какой-то небольшой элемент провокации для зрителя в этом есть. Ну, во-первых, текст этот уже мы там привыкли, но вообще-то это провокация для зрителя. И там, скажем, определенная мизансцена, которую я выбираю, она тоже вроде как, для меня она не кажется уже такой провокацией, может, потому что я там в театре работаю, и не такое мы видели, но для зрителя, скажем, это может быть такой тоже провокацией. Но мне все равно кажется, что этот текст, такой массив текста нелогичного, непонятного, особенно для человека, который первый раз его слышит, где какие-то слова выстреливают иногда, но, в общем-то, ничего не понятно. Это все очень хорошо сочетается с темой искусства, потому что, в принципе, искусство, там, помимо каких-то ассоциаций, которые там возникают у людей, там, искусство, не знаю, живопись, там, фрески какие-то, там, театр, балет. Искусство — это, для меня, в первую очередь, бесконечные разговоры об искусстве. Для нас, людей, которые работают в театре, да и вообще для людей, ведь искусство, ну, какие-то люди им живут, им занимаются, да, но вообще огромная масса людей только о нем все время разговаривают. И искусство рождает огромное количество дискуссий всегда, бессмысленных споров, где люди не соглашаются, и это никогда не кончается никаким общим мнением. И, в принципе, то, что мне сейчас кажется, получается, этот текст, он начинает работать как такой гул, где каждый считает нужным высказаться на тему искусства. Но в этом гуле нету какой-то мысли ясной, в нем просто есть то, что людям необходимо об этом обязательно высказаться. И вот это такой вот гул, вот что для меня, чем для меня стал этот текст, плюс тема искусства. Мне нравится, что очень как-то четко была сформулирована Ксении Перетрухиной форма этого всего. Были заявлены определенные правила про хронометраж этого, что каждый актер играет роль, мы тексты эти никак не смешиваем, не перемешиваем, стараемся этого не делать, чтобы текст прозвучал в том виде, в котором он написан. Очень интересно посмотреть, как остальные справляются с этим текстом. Правда, и мне кажется, что это будет интересно смотреть.